Седьмая годовщина убийства Бен Ладина Азвахири в трудном положении Алла Азма, Маттада, Египет 19 мая 2018 года В течение нескольких часов информагентство передают заявление руководства Афганистана Очевидно, Кабул хочет установить настоящую правду Аль-Каида, запрещена в РФ, примечаний РЭД, отступила А самый громкий террористический голос в стране и в мире теперь за ее наследниками и теми, кто идет по ее пути Террористические группы по-прежнему представляют серьезную угрозу для Афганистана Даже спустя семь лет после убийства лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладина, заявил президент Афганистана Президент Афганистана решительно заявил, что Аль-Каида не представляет серьезной угрозы для Афганистана Но существуют вооруженные группировки, которые представляют большую угрозу для страны Эти группировки ежедневно нападают на невинных людей, СМИ и мечети Они берут на себя ответственность за это, продолжил он, имея в виду ИГИЛ, запрещена в РФ, примечания РЭД Это правда, что ИГИЛовцы потеряли подконтрольную им территорию в Сирии и Ираке, но не сдали свое оружие Согласно западным докладам по вопросам безопасности, ИГИЛовцы ищут новые земли для создания халифата, в частности в Афганистане и Центральной Азии Они опираются на провинцию Харасан, которая находится под контролем ИГИЛ У организации уже есть руководители, которые начали ликвидировать влияние Талибана, запрещена в РФ, примечания РЭД, и Аль-Каиды ИГИЛовцы имеют свою базу в Афганистане, которая насчитывает около 4000 местных боевиков Противостояние России и США в азиатской мусульманской стране увеличивает возможности ИГИЛовцев на местах Русские, с помощью пакистанцев, поддерживают Аль-Каиду, чтобы нанести удар по интересам Вашингтона, а те, в свою очередь, поддерживают ИГИЛ Выплата хорошей и стабильной зарплаты бойцам ИГИЛ подталкивает десятки, а возможно, и сотни сторонников местных организаций присоединятся к организации в Афганистане Военная разведка Германии раскрыла секрет щедрого финансирования вооруженных религиозных групп в нескольких крупных афганских городах, в основном в Кабуле и в северной провинции Кундус Подобные действия стали причиной взрыва ситуации в сфере безопасности в стране в последнее время За прошедший период времени сотни людей были убиты в результате ряда ожесточенных террористических атак по всей стране, за которые одинаково несут ответственности талибы, и террористы ИГИЛ Афганские местные источники поддержали США, обвинившие Москву в финансировании Талибана в ответ на значительную поддержку в борьбе с Вашингтоном, который стремится дестабилизировать ситуацию в Центральной Азии и бывших советских республиках, чтобы окружить Россию джихадистским поясом Большая часть бойцов получила боевой опыт в Сирии и Ираке в последние три года Информационные бригады, прикрепленные к немецким военным подразделениям, действующим в рамках миссии НАТО, обучают и инструктируют афганские вооруженные силы Следует отметить резкое улучшение характеристик современных транспортных средств, используемых в террористических операциях, не говоря уже о дорогостоящем американском и бельгийском оружии, которые обнаружили в нескольких районах в Кундузе По данным немецкой военной разведки, Москва и Вашингтон, похоже, конкурируют за влияние среди вооруженных групп в Афганистане Их действия восстанавливают атмосферу холодной войны, которая происходила между двумя сверхдержавами в 1980-х годах Вашингтон считает, что в течение года Россия потратила много денег на усиление Талибана, что ударило по интересам и договоренностям администрации президента Дональда Трампа в Афганистане В свою очередь Москва утверждает, что не передавала оружие Талибану, однако она позволяла ему приобретать оружие косвенно, предоставляя организации деньги для его покупки Эти денежные средства дали Талибану преимущество вербовки племены купили не только его молчание, но и людей, которые готовы вместе с ним вести борьбу с вооруженными группировками В конце концов, афганское правительство признает, что лидирующие позиции занимает ИГИЛ, а не Аль-Каида Это связано с уходом самого Бен Ладина А как распорядился своим кровавым наследием его преемник египтянин Найман Азвахири? Чтобы ответить на предыдущий вопрос, необходимо вернуться на несколько лет назад Во время самой грандиозной террористической операции современной эпохи, когда самолеты врезались в башни Близнецы в Нью-Йорке 17 лет назад Лидер Аль-Каида Усама Бен Ладин прятался в холодных пещерах между Афганистаном и Пакистаном Свой звездный час покойный лидер Аль-Каида и духовный отец международного религиозного терроризма скрывался в пустынях и долинах, передвигаясь между гор и пещер В это время его солдаты бросили вызов империи с гневом, достойным небес Фотографии Бен Ладина на торжествах среди его сторонников, возможно, были сделаны всего за несколько лет до инцидента с башнями Близнецами То же самое касается фотографий на великолепном коне или с Калашниковым в руках, а также аудиоразговоров и видеороликов, в которых он жестко обращался к Западу и американцам Это создало ему блистательный ореол и сделало мечту и для десятков людей в разгар исламского джихада ради установления закона Божьего на земле и нового пути для создания халифата А семь лет назад в начале мая 2011 года группа американских командоз захватила Усаму Бен Ладина в маленьком городке в Пакистане О ликвидации лидера Аль-Каида объявил бывший президент США Барак Обама, заявив, что наблюдал за убийством в прямом эфире из Вашингтона Обама также сообщил, что это большая победа для США Смерть Бен Ладина увеличила его исключительность и святость среди джихадистов, потому что он всю жизнь с оружием в руках боролся с солдатами и агрессорами дяди Сэма Вы думаете, Айман Аз-Звахири мечтал о лидерстве? Что-то не похоже В то время мир стал свидетелем бесчисленных изменений, которые не помогли ему продолжить политику Бен Ладина в Аль-Каиде Наиболее заметным событием стала Арабская весна и последовавшие за ней волны насилия и гражданских вооруженных конфликтов во многих странах, особенно в Ливии, Сирии и Мене Все сопровождалось беспрецедентным ростом террористических организаций и ячеек, которые не делали различия между мусульманами и немусульманами, нападая на невинное мирное население Таким образом был основан халифат, который усиливается изо дня в день благодаря силе оружия и действиям игиловцев Вначале они хотят сразиться с мировыми тираном и победить их, а затем объявить о своем государстве, когда атмосфера станет подходящей Все обстоятельства и изменения не могли обеспечить Аз-Звахири хороший имидж из-за того, что сцена вокруг Аль-Каиды была наводнена большим количеством конкурентов И еще до того, как возникли игиловцы вместе со своими быстрыми и ожесточенными победами на Земле Они довольно быстро выбили почву из-под ног Аль-Каиды, однако некоторые из основных ветвей организации остались в Ямине, Магребе и на юге Африканской Сахары Но только как армия одиноких волков, которая еще помнит покойного лидера сильной организации Анвара Аля в Лаке Это стало решающим фактором ослабления позиций преемника Бен Ладена После последовали целенаправленные удары, которые разрушили мир с востока до запада и с севера до юга А члены Аль-Каиды встали на сторону Абу-Бакра Аль-Багдади В эпоху руководства Азавахири от Аль-Каиды отделились десятки организаций, которые принесли клятву верности ИГИЛ Аль-Каиды с Исис Сифа Чартон Пич.твиттер.чон слеш ецди 75бз Сатишачаря, собака Сатишачаря 5 сентября 2014 года Не переходи к ним Они не авторизованы для предоставления 72 гури В свою очередь ИГИЛ никогда не мешало нападению на Азавахири Что привело к недоверию со стороны некоторых из его членов Однако ИГИЛовцы отрицали этот факт Покойный официальный представитель группировки Исламское государство Абу-Мухаммад Аль-Аднани Во время конфликта между ИГИЛовцами и Джабхат Анасрой в Сирии заявил Что придет время, когда возникнет Исламское государство в Ираке и Ливанте Он продолжил Азавахири и его организации отклонились от пути Бен-Ладина Исказили его Они братаются с перебежчиками Уменьшили ряды маджахадов и начали войну за ислам Основанную на крови и черепах людей Стремящихся к объединению Аль-Аднани похвалил всех лидеров джихада и выразил им поддержку Организация доказала свою легитимность спустя много лет и тайно и публично Но все еще есть те, кто сражается с ними сегодня Интересно, что Аль-Аднани заключил против Азавахири соглашение с бывшими высокопоставленными лицами Такими как Абу Байда Аль-Любнани, Абу Аль-Муханнат Аль-Урдунни, Абу Джарир Аль-Шамали, Абдул-Азиз, брат шейх Абу Мухаммада Аль-Макадаси, Абу Юниса Аль-Курди Абу Аиша Аль-Куртуби Однако, мы отошли от ИГИЛ в Сирии и Ираке ИГИЛовцы считали и Азавахири вероотступником, который сражается со своими людьми для победы над ними Однако он попытался убежать от обвинений ИГИЛовцев и выдумал оправдание Лидерство вернулось к нему, как мы уже ранее говорили Не следует опускать из вида, что Азавахири – бывший великий египетский джихадист Это одна из причин почему он не пользуется правильно своим лидерством Он скорее ближе к богослову, нежели чем к военному руководителю Его решения, планы и стратегии неубедительны и неэффективны Похоже, человек убедает Харизма покойного духовного отца Аль-Каиды Бен-Ладина не нашла своего продолжения в Азавахири Сегодня Азавахири снова и снова косвенно заявляет о том, что будет уходить постепенно И возможно, в итоге окончательно покинет арену абсолютного лидерства Спасательным кругом для сохранения влияния Азавахири может стать символическое руководство мировым джихадом Когда-то он был известен как лидер джихада в его трансграничном или глобальном смысле Однако это всего лишь намек на старые действия Бен-Ладина, что означает исчерпание его влияния У Азавахири отсутствуют эффективные инструменты для вдохновения сподвижников Он принимает у себя Хамзу, молодого сына Бен-Ладина, и в его присутствии лично призывает Аль-Каиду к объединению под его знаменем Это представляет собой неопровержимое доказательство того, что Азавахири и другие люди больше не считают себя источником вдохновения Так что молодой человек, помнящий биографию своего отца, осмелился объявить о своей готовности убрать Азавахири со своего места, чтобы начать играть собственную игру С каких пор лидер Аль-Каида унижается перед группировками, которые входят в ее состав ради того, чтобы те не отделялись Азавахири сделал это Он призвал сирийскую организацию Джабхат Аннусра, переименованную Фат Хашам, запрещена в РФ, примечание редакторов Не отдаляться от материнской организации, рассматривая в данный момент ее роль на сирийской сцене в политическом ключе, а не военном Интересно, что Джабхат Аннусра и ее лидер Абу Мухаммад Аль-Джулани при поддержке египетских джихадистов, таких как Ахмед Салам Амабрук и Рафа Атаха Которые были убиты в результате двух ударов американских беспилотников по сирийской территории, проигнорировали просьбы Азавахири А затем Аль-Джулани объявил об отделении Джабхат Аннусра от Аль-Каиды, а после они сменили свое название на Джабхат Фат Хашам Западные разведывательные и исследовательские центры считают организацию самой сильной вооруженной группировкой в Сирии Группировка Джабхат Аннусра заявила об отделении от группировки Аль-Каиды Об этом публично заявил Абу Мухаммада Аль-Джулани, который объявил себя лидером, параллельно с бывшим лидером Айманом Азавахири Азавахири присягнул на верность афганскому талибану и его новому лидеру Хабатуля Хунзади Ранее Азавахири получил несколько унизительных ударов от бывшего лидера талибана Ахтара Мансура, показав себя некомпетентным лидером В то время как, имя Бен-Ладин увековечено в истории и может послужить для удовлетворения интересов вооруженного сопротивления В своем сообщении Хабатуля Хунзади, Азавахири сказал, продолжайте путь джихада, слушайте слова маджахадов и следуйте за нашими мучениками Я, как лидер Аль-Каиды, предлагаю вам возобновить путь шейха Усамы Бен-Ладина, призывавшего мусульманскую нацию поддержать Исламский Эмират Азавахири говорит о тяжелых последствиях для талибана, который пренебрег всеми своими обещаниями о совместных вооруженных операциях с Аль-Каидой в Афганистане Настаивая на том, что национально-освободительное движение пуштунов не покинет границ своей страны Представители Аль-Каида обращались к филиалам организации Они пришли к тем, кто был связан с ней до ее полного разделения Они хотели разделить влияние на местах, потому что боялись, что больше не будет необходимости в группировке, которая когда-то была первым ужасом в мире А потом игиловцы с необычайной смелостью основали халифат Даже сам Бен-Ладин не только не осмеливался говорить об этом, но даже думал об этом, как об очень отдаленной возможности Десятки призывов вынуждали фатха-шам ограничиваться только сирийской ареной, отказавшись от преданности Аль-Каиде Однако политические и правовые изменения затронули их противников, игиловцев В их рядах произошел самый большой и мощный раскол в истории организации Бен-Ладина, как уже было в эпоху Аз-Звахири Аз-Звахири призывают своих старых египетских товарищей, таких как Мохаммед Шавки Аль-Исламбуле, Абдель Азиз Аль-Гамаль, Саиф Аль-Адли Рафаятаха Возвратить знамя сирийского джихада под эгиду Аль-Каиды Это также является признаком большой неудачи Они оказывают большое психологическое воздействие на шейхов, но их молчание остается духовным, а не реальным Сегодняшняя ситуация требует руководить без смущения Сын Бен-Ладина, стоя плечом к плечу с Аз-Звахири, заявил Я призываю вас провозгласить меня лидером ИГИЛ Аз-Звахири охвачен кризисом, который шаг за шагом потряхивает всех вокруг него Кроме нескольких мечтателей, таких как египетский лидер группировки Аль-Сарбейт Аль-Куцмасри из Хишама Эл-Ашмави Чья приверженность Аль-Каиде выразилась в отказе от присоединения к игиловцам Как только сторонники группировки Аль-Сарбейт Аль-Магдис выразили абсолютную преданность Аль-Багадди Эл-Ашмави покинул организацию, прежде чем начать борьбу против членов исламского государства Аль-Ливийская арена вместе с ее городами находится недалеко, так что мы возможно скоро все увидим Вашингтон и его союзники в Европе преисполнены решимости ограничить глобальный терроризм ИГИЛ для достижения местных или трансграничных выгод Они используют одиноких волков и солдат жесткого халифата в Сирии и Ираке Кроме того, борьба между Россией и Америкой нуждается в более важной организации, ИГИЛ Они используют ее для достижения своих целей, особенно на неспокойном Ближнем Востоке У Азвахири выбили почву из-под ног, не говоря уже о крахе его интересов и духовного лидерства, хоть и косвенно Например, некоторые считают, что Вашингтон подкинул Турции Джабхата Анусру в новой форме Джабхат Фат Хашам, который подтвердил готовность соответствовать политическому будущему Сирии после окончания войны Анкара стремилась подготовить соответствующие альтернативы, которые могли бы использоваться в Сирии Взамен курдов, на которых Вашингтон делает ставку, несмотря на Эрдогана и его политику Возможно, американцы хотели остановить возвращение лидеров египетского джихада на первый план Опасаясь их большого духовного влияния на различные новые вооруженные группировки из-за исторической связи с нынешним лидером Аль-Каиды Ахмед Салам Мабрук был убит после того, как появился вместе с Аль-Галани В то время ходило много слухов о том, что Рефа Этаха стал лидером в организациях Ра-Рашам Заменив бывшего командующего Хасана Абуду по прозвищу Абу Абдала Аль-Хамавили Муханнат Аль-Масри Который был убит вместе со своим ближайшим окружением в сентябре 2014 года Это свидетельствует о том, что региональное джихадистское движение вернулось к египетскому руководству после многих лет отсутствия лидеров Которые были символом возрождения организации Ранее такими лидерами были Мабрук и Таха, которые погибли в результате двух американских бомбардировок С тех пор такие личности отсутствовали Возможно, они смогли бы дать Азавахире некоторые импульсы или, по крайней мере, возвратить ему потерянное уважение Пусть даже и символическое, за то, что он был преемником Бен-Ладина и его союзником на египетской земле Короче говоря, лидер Азавахире погрузился в свою личную беду, неспособность влиять и вдохновлять Он рискует потерять свою лидирующую позицию в Аль-Каиде и занависших над горизонтом событий Субтитры создавал DimaTorzok